Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели. При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую «красную черту». А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Все уже посмотрели последнее выступление товарища Пу, где он пообещал всему миру провести красные линии, через которые переступать никому не позволено. Всем пообещал. Но, конечно же, в первую очередь эта угроза относится к ближайшим соседям. К Украине, Казахстану, Белоруссии и так далее. И всем странам бывшего советского совка. Но в первую очередь, я считаю, к нам, казахам. Путин что сказал? Он проведёт эти красные линии, не советуясь с нами. То есть, Кремль с этого дня будет диктовать казахстанцам, как жить, как есть, как спать, как кушать, когда какать, когда писать и так далее и тому подобное. Нам обещают жизнь по кремлёвскому расписанию. Это угроза. Угроза напрямую к нам. Но зато теперь открылась тайна. Тайна, зачем ватные силы в Казахстане расставляют эти пограничные столбы Советского Союза. Я вот делаю последнее время эти видеоролики на эту тему постоянно и буду это делать. В Павлодаре, в Экибастузе, в Костанае появились официальные памятники, мемориалы пограничной столбы Советского Союза. Теперь понятно, что они обозначают. Они обозначают красную линию Путина на территории Казахстана. Эти наши нуратановцы, акимы областей Павлодара и Костаная провели красную линию по территории Казахстана, провели красную линию товарища Путина. Я вот делал недавно видеоролик, где в качестве комментариев вставлял высказывание Жириновского по поводу этих пограничных столбов. Но это был поверхностный взгляд, пока Путин не озвучил все напрямую, как есть. Поэтому я переделаю этот видеоролик, вставлю комментарий Путина. Смотрите это в конце моего выпуска, обязательно досмотрите мой выпуск до конца. Прошу максимального репоста, конечно же, как всегда. Пусть каждый казахстанец знает о том, что на территории Казахстана уже проводятся красные линии, уже по территории Костанайской и Павлодарских областей проведена красная линия Путина. Прошу не забывать, что Акимы, все наши Акимы, в том числе и областей Павлодарской, Костанайской и всех остальных казахстанских областей являются членами партии Нур-Атан. Поэтому красная линия Путина может появиться в любом городе Казахстана, в любой деревне, в любом ауле, в любом районе, где бы вы ни жили. Поэтому еще раз призываю, не поленитесь, поднимите свою пятую точку, оторвите ее от кресел, от диванов, от кухни подальше. В общем, сходите в общественные приемные партии Нур-Атан, слава богу, они есть в любом населенном пункте Казахстана. Выразите свой протест в письменном, в письменном обязательно форме, напишите, как вы относитесь к установке этих памятников Советскому Союзу в виде пограничных столбов Советского Союза. Обязательно напишите, что не дай бог такие памятники появятся в вашем родном городе. В общем, выскажите свое негодование. Митинги провести нам не дадут, арест Маргулана Баранбая красочно это нам показывает. Маргулан Баранбай много раз пытался организовать митинги против российских военных полигонов. Сколько раз он пытался, столько раз ему и отказали. То же самое будет и с красными линиями Путина. Любой, кто захочет организовать митинг против красных линий Путина, ему будет отказано, он будет взят на заметку. Так что привычным, правильным образом действовать не получится. Поэтому успех казахского патриотизма, казахской государственности теперь лежит исключительно на частной инициативе каждого из вас, каждого из патриотов. Поэтому я призываю и буду постоянно призывать, сходите в общественные приемные партии Нур-Атан. Обязательно запишите все это на видео, как вы оставляете свой запрос. Скидывайте эти видео в Фейсбуке. Ссылку на мой Фейсбук-канал смотрите в описании к моему видео. Я обязательно опубликую такие видео на своем Ютуб-канале. Все увидят. Я обещаю, я как смогу, помогу продвижению этой идеи. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Спасибо за то, что помогаете продвигать мой канал. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Подписывайтесь обязательно на Фейсбук и Инстаграм-аккаунт. Ссылки смотрите в описании к этому видео. И до новых скорых встреч. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, при этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но, надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!